здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер агрессия россии против суверенного государства украина тема насущная тема важная тема которая не оставляет никого без внимания и поэтому сегодня мы эту тему продолжаем мы беседуем с российским экономистом и политиком общественным деятелем основателем президентом российской некоммерческой организации институт экономического анализа кандидатом экономических наук андреем илларионовым андрей николаевич добрый день добрый день геннадий добрый день эдуард добрый день нашим радиослушатели андрей николаевич во первых спасибо большое что вы сегодня с нами для наших радиослушателей потому что ваше мнение всегда очень интересно и основательно будем так говорить поэтому нам очень важно с вами поговорить андрей николаевич очень многие военные аналитики и политологи практически были уверены что владимир путин не начнет эту авантюру и казалось бы что уже в принципе они как бы правы и вдруг 24 февраля владимир путин начинает войну против украины как вы думаете почему все таки он пошел на эту авантюру надо иметь ввиду что такой точки зрения придерживались действительно очень многие военные аналитики не только они включая меня тоже я тоже неоднократно говорил о том что я не вижу не видел оснований для начала большой полномасштабной войны именно в это время и здесь надо различать собственно частности если говорить обо мне когда и что я делал какие прогнозы начиная с 14 года я регулярно говорил о том что цель путина это завоевание всей украины установление контроля над всей украины и установление контроля над киевом захватом киев каждый раз когда это говорил мои украинские коллеги выражали удивление изумление и недоверие и это происходило в том числе и после крыма но это продолжалось в течение всех этих восьми лет моя позиция с этой точки эта позиция никакой мере не изменилась и в том числе она не изменялась в течение четырех последних месяцев предшествовавших этому нападению моя позиция заключалась там да путин действительно планирует захват всей украины да целью путина по прежнему остается захват киева да он действительно это сделать но в данный момент я делал вывод базируясь на анализе на информации которые мы получали от военных экспертов дело было что тех войск которые находятся на границе с украиной недостаточно для осуществления полномасштабной войны сейчас когда это произошло мы теперь понимаем что кто кто и почему дело сделал эту ошибку ошибку сделали те военные эксперты которые использовали для своих оценок то самое количество войск которое находилось по их данным на российско-украинской границе в крыму в ордло на территории белоруссии во-первых для того чтобы оценить количество войск необходимых для начала войны этой цифры недостаточно это не 150 тысяч войск десантники которые базируются либо пскове либо в иваново либо в рязани которые прилетают для участия в военных действиях на территории украины они прилетают соответственно пскова рязани и иваново эта территория находится гораздо дальше чем-то 250 километровая полоса вдоль украинской границы которая обычно использовалась саратов значит бомбардировщики стратегические бомбардировщики саратова которые вылетают и которые запускают крылатые ракеты над акватории черного моря по целям на территории украины они вылетают и саратова которые находятся в полутора тысячах от ближайшей украинской территории авиация ракетные войска кибер войска все это находится на глубине территории россии соответственно россия участвует войне против украины не теми только 150 тысячами войск которые были накоплены вдоль этой границы а всем своим военным потенциалом сейчас идут постоянные комментарии вы наверняка это слышали о том что россия пытается подтягивать войска даже не из сибири из дальнего востока рассматриваются возможности привлечения так называемых миротворцев из абхазии из южной осетии из таджикистана из карабаха пошла даже речь о том что началось начал началось привлечение наемников из сирии где сирия где украина следовательно то концепция которая была предложена нам гражданским людям так называемые военными экспертами о том что для оценки потенциала военного потенциала для вторжения украины надо смотреть только на те войска которые находятся вдоль украинской границы было ложной я не буду утверждать что это была сознательная дезинформация хотя такой вариант тоже не исключен по по крайней мере это свидетельство либо о некомпетентности тех людей кто это сделал либо осознательной попытки введения в заблуждение общественности и тех кто за этим следил для того чтобы создать впечатление о меньших ресурсах необходимых сосредоточенных и соответственно о невозможности такой операции поскольку вот эти первые недели показали что путин использует не только эти средства а все ведь военный потенциал российской федерации расположены как на территории россии так и за ее пределами то следовательно для анализа возможности или невозможности проведения войны этот подход который нам предложили 4 месяца тому назад и который действительно к сожалению сыграл свою роль в том популярном анализе который использовался был ложным мы должны от него отказаться необходимо использовать оценки всего военного потенциала россии который может быть использовать для проведения полномасштабной войны это самый главный вывод который из этого следует сделать надо сказать что ошибки которые сделали мы гражданские люди которые этим делом не занимаются которые вынуждены были с этим столкнуться и давать комментарии он по крайней мере объясним потому что мы не получали военного образования мы не учились в академии генерального штаба мы не планировали эти такого рода операции мы исходили из той информации которую нам давали военные эксперты а вот почему военные эксперты знающие о том какие ресурсы могут быть привлечены как чему их учили в их академиях и чем что они знали базируясь на той информации с которой они сталкивались в ходе своей службы в ходе своей работы вот почему они дали такую ложную или дезинформационную информацию с этим надо разбираться явилось ли это случайностью либо это было намеренным введением заблуждения андрей николаевич вы лично знали путин а не просто издали а вы с ним общались как вы считаете произошло ли произошли ли какие-то изменения личности путина много ходит разговоров о его болезни ну кстати не только профессор соловей еще говорят об этом стали уже многие говорит вот вы визуально смотря на него видите какие-то про изменения его личности характера определенные изменения конечно есть так они с этими не происходит с любым из нас со временем с годами с приобретением опыта то есть в этом случае конечно изменения происходят но с точки зрения того что там некоторые утверждают что там он заболел больной не соображает не воспринимает это все конечно не соответствует действительности мы не видим ни одной как бы ни одного примера того чтобы он совершал какие-то такие вот вещи которые бы нанесили бы ему лично ущерб а то что мы видим то что он осуществляет он в этой свои планы о нападении на украину он же публично рассказывал по крайней в течение последних 19 лет поскольку я работал с ним раньше то я видел первые эти признаки еще раньше 21 год тому назад но уж по крайней в публичном пространстве мы видим это последние 19 лет и делать вид сейчас изумленные говорит что подождите мне этого не знали мы не ожидали но это нелепо мы же все это видели мы же все это слышали он за постоянно об этом говорил и не только говорил он не только писал эти статьи он не только давал эти длинные объяснения почему он считает что украина не имеет права на существование почему половина территории украины должна принадлежать россию об одном народе об этом рождении ферсонесе или а в киеве или о чем-то еще это же все перед нашими глазами было поэтому утверждать потому что мы только сейчас этим познакомились нет никаких оснований он в этом смысле был достаточно открыт надо было слышать и видеть в общем трудно было не видеть не слышать он постоянно систематически в течение этих двух десятилетий создавал концепцию оправдания своих насильственных действий так был и кстати говоря чуть раньше по отношению грузии так это происходило и по отношению к украине поэтому здесь ничего нового неожиданного или свидетельствующего каких-либо психологических или иных нарушениях нет это наоборот полностью соответствует всему тому что он говорил и что он делал андрей николаевич вот продолжает тему вашей работы с владимиром путиным я хотел бы вот на что обратить внимание весь мир наблюдал заседание совета безопасности когда безопасности когда принималось решение о значит лнр днр о том что их легиметизировать и это было зрелище конечно очень удивительно потому что казалось что взрослые люди и особенно это было видно по господину нарышкину не то что взрослые люди люди прошедшие уже какой-то жизненный путь были дико перепуганы в разговоре с владимиром путиным они путали словах они их выражение лица как говорится менялась как вы думаете почему у путинского окружения такой страх перед ним ни один не выступил против мы не знаем потому что это запись кто выступил против или как там выступали мы этого не знаем потому что это было вырезано только те кусочки которые представили например по некоторым данным вот который сообщает говорит что например не попало выступление господина краснова это генерального прокурора нынешнего генерального прокурора но правда тут требовал гораздо более решительных мер и там что-то стереть всех в порошок использовать какие-то там особые виды оружия и там ну и так далее в общем даже даже в нынешнем путинском режиме видимо посчитали что это слишком слишком этого показывать не стоит мы видели кстати говоря выступление господина патрушева это было показано но там патрушев уже говорит что говорит да вообще конечно поддержать надо но важны переговоры да очень плохо там происходит донецке но нужны переговоры да вообще конечно это наши братья но нужны переговоры то есть там позиция как бы тоже разные есть но мы не знаем всей ситуации но если говорить в общем то конечно вот это заседание продемонстрировано всему миру показывает показ помогло нам увидеть воочию ситуацию внутри тоталитарного режима эта ситуация тоталитарного режима причем едино ли с единоличным лидером или там фюрером как угодно его можно назвать по отношению которому даже ближайшие его сотрудники или это сказать подельники испытывают чудовищный животный страх и в этом смысле мы у нас есть представление в частности стенограммы заседания цк кпсс по крайней мере брежневского периода ничего подобного тогда не наблюдалось то есть то что мы видели на наших экранах больше конечно похоже на то что было во времена сталина а даже не то что было во времена брежнева или хрущева андрей николаевич давайте поговорим теперь об американской позиции о том что происходило последний год как известно украина очень хотела смены президента трампа на следующего президента байдена это их была такая конкретная позиция как известно хорош тот доктор который лечит причины а не только последствия давайте поговорим вот эта тема тоже очень важно американская позиция вот в этой в этом конфликте вот если мы начнем с украинской позиции вы правильно обратили внимание на то что был общий там стон значительной части украинского общества я честно говоря даже не припоминаю чтобы кто-либо из украинцев заметных украинцев когда-либо высказывал пожелание чтобы трамп остался а вот вот эта поговорка там байден приди порядок на виды это уже так сказать было у всех на устах все рассказывали о том как все изменится как все будет здорово с господином байденом но сейчас мы в общем уже это не требует никакого доказательства шина ясно что было бы в том случае если бы трамп остался и мы знаем что произошло в том случае если пришел байден если бы трамп остался этой войны не было бы . еще раз если бы президентом соединенных штатов америки сегодня был президент трамп этой войны не было бы и тысячи украинцев не погибли бы за эти недели в результате этого этой агрессии этого нападения потому что война которая была в горячем виде в том виде в котором она была счета путином 24 февраля является прямым результатом агрессии со стороны путина и пособничества со стороны байдена это должно быть абсолютно ясно всем байден несет прямую ответственность за эту агрессию не ту ответственность какую несет путин за действия российских войск но байден несет ответственность как подстрекатель путинок этой войне и пособник путина в этой войне это 14-месячная деятельность байдена на посту президента соединенных Америки предоставляет бесконечное количество свидетельств и подтверждений, как Байден способствовал своими действиями, своей политикой, своими уговорами, своими отношениями с Путиным и продал тому, чтобы эта война состоялась. И уже в течение этих трех недель делать все возможное, чтобы Украина истекала кровью, ограничивая поставки вооружения, как, например, это стало очевидным с поставками Мигов-29, которые были готовы предоставить Польшу, Словакии, Болгарии. Именно администрация Байдена запретила передачу этих самолетов украинским пилотам. Это госпожа Псаки неделю тому назад сделала заявление о том, что администрация Байдена готова смягчить санкции против Путина, прямой текст госпожи Псаки, через две недели после того, как Путин совершил вторжение, совершил чудовищные разрушения и уничтожение тысяч украинских граждан. Это Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, тогда же заявил о том, что никакого разрыва отношений с Россией не будет, наоборот, администрация Байдена нуждается в переговорах с Путиным, например, по вопросу иранской сделки, для того, чтобы позволить Ирану получить ядерное оружие. Это слова господина Прайсу. Постоянное заявление Байдена о том, что Байден не будет оказывать поддержки ни американскими войсками, ни разрешения на участие НАТО, не закроет небо над Украиной, а закроет небо над Соединенными Штатами, где ничто Соединенным Штатам не угрожает и так далее. То есть это циничная, предельно циничная, отвратная политика, систематическая позиция Байдена лично, его ближайших сотрудников Салливана, Бернса и других, нацеленная на то, чтобы не дать необходимого оружия, не дать необходимой помощи Украине. Ведь вспомните, первая цифра, которая была названа Байденом, военной помощи Украины, после того, как Путин начал это вторжение. 350 миллионов долларов военной помощи. В то время, как маленький, крохотный Люксембург предоставил помощи на 250 миллионов долларов. Где Люксембург, где Соединенные Штаты Америки. Надо помнить, что за 20 предшествующих лет Соединенные Штаты передали вооружение, технике, боеприпасов Афганской армии на сумму 83 миллиарда долларов. То есть 4 миллиарда долларов ежегодно. Где Афганской армии противостояли маджахеты, разбросанные в каких-то горах, при наличии американской армии на территории самого Афганистана. Сейчас Украина ведет войну с крупнейшим противником, сильнейшим, по некоторым утверждениям, со второй армии мира. И Соединенные Штаты в лице президента Байдена выразили поначалу готовность предоставить помощь только в размере 350 миллионов долларов. Да, потом Конгресс увеличил эту сумму до миллиарда долларов. Это военной помощи. Общий пакет 13,5 миллиардов долларов. Но 13,5 миллиардов долларов это общая помощь. И в том числе рассчитано на целый год. А чисто военная помощь только миллиард долларов. То есть позиция администрации Байдена как была в течение этих 14 месяцев, двусмысленной как минимум, аккуратно так скажем, так и продолжает оставаться. Администрация Байдена не ожидала, что украинцы будут так сопротивляться. Администрация Байдена не ожидала, что президент Зеленский останется в Киеве. Байден сразу же предложил Зеленскому покинуть Киев, бежать. На что Зеленский ответил, мне нужны оружия, а не транспорт для того, чтобы отсюда убегать. Так что вот эта позиция как была, так и она продолжает оставаться. Андрей Николаевич, Европа и раньше вводила санкции против Путина, окружения и естественно против России. Почему в этот раз Европа взорвалась? Почему введение вот этих санкций были настолько... Я имею ввиду Европу и Англию в отдельности. То есть Англия еще более, как говорится, во главе с Борисом Джонсоном атакует Россию. Почему Европа так взорвалась с таким, как говорится... Мощным ответом. Мощным ответом. Но прежде всего это ясно, что Европе наконец дошло, что если Путин победит в Украине, то он пойдет дальше. Вот если еще после Грузии там возникали разные вопросы, после Крыма кто-то был не уверен, то вот сейчас после нападения 24 февраля и после тех ультиматумов, которые Путин предъявил в декабре прошлого года и повторил в январе, феврале и марте этого года, уже ни у кого из сколько-нибудь ответственных политиков и общественных деятелей Европы не осталось никаких сомнений, что планы Путина являются действительно гораздо более крупными. И они касаются не только Украины, но и всей Европы. Собственно говоря, достаточно посмотреть на его так называемый ультиматум от 17 декабря 2021 года и на его воспроизведение в заявлениях представителя Министерства иностранных дел России там четко говорится, цель Путина это выбросить НАТО из Европы на линию так называемой 1997 года и прямым текстом говорится о том, что необходимо разделить Европу на сферы влияния Соединенных Штатов Америки и России. Все, что было по состоянию на 1997 год, не являлись членами НАТО, все это должно попасть в сферу влияния России. И в этих документах, которые Министерство иностранных дел России опубликовало, четко перечисляются эти страны. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария. Понятно, что эти требования возникли только сейчас, в 2021 году, их не возникало раньше. Ну и ни у кого не вставляло труда понять, как эволюционируют аппетиты агрессора, если его не остановить. В 2003 году это была Каса Тузла, в 2008 году это Осетия и Абхазия, в 2014 году Крым и Донбасс, в 2022 году вся Украина, что будет в 2023, 2024, 2025 и так далее годах. Ни для кого теперь уже секретом это не является. Ясно, что аппетиты Путина распространяются на Европу, на пол-Европы, на всю Европу, это уже не имеет значения. И Европа понимает, что в отличие от Соединенных Штатов Америки, Европа является непосредной соседкой России. Этим объясняется более радикальная реакция европейских стран. Но тем не менее, сказав все это, я бы не сказал, что даже те решения, которые были приняты, в том числе и санкционные решения, являются достаточными для того, чтобы остановить агрессора. Европа так и не приняла решение относительно введения эмбарго на поставки российской нефти и газа в Европу. Это важнейшее решение, которое действительно могло бы существенно ограничить экономический потенциал агрессора. Европа не сделала ничего для того, чтобы участвовать своими вооруженными силами в защите Украины. Европа ничего не сделала в деле поставок тяжелого вооружения для Украины, в котором Украина так не нуждается. Европа не поставила противовоздушные ракеты, противоракетную защиту, противокорабельные ракеты, самолеты, танки, бронетранспортеры, системы связи. Многое то, в чем украинская армия сейчас нуждается. Так что при всем при этом, да, действительно мы видим изменение позиций европейских стран по сравнению с предшествующим периодом. Но по-прежнему этот ответ очень далек от того, в чем нуждается Украина и в чем нуждается сама Европа. Потому что вот эти три недели показали, что сильнейшим противником нынешнего путинского империализма является Украина. Сильнейшей армией на европейском континенте сегодня является украинская армия. Никакая другая армия в Европе, включая все натовские армии, не являются сопоставимыми по боеспособности к сегодняшней украинской армии. Андрей Николаевич, мы сейчас уйдем на рекламу. Оставайтесь с нами, пожалуйста, и потом мы продолжим этот интереснейший разговор. Мы возвращаемся в программу «Политинформания» радиостанция «Народная волна Чикаго». Ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с российским экономистом, политиком и общественным деятелем Андреем Илларионовым. Андрей Николаевич, вы с нами? Да. Андрей Николаевич, мы сейчас плавно перейдем к экономике. Фактор Китая и Индии в отношении санкций. Как вы это видите, будет ли Китай и Индия помогать России в преодолении экономических проблем? Что касается Китая, сейчас уже более-менее ясно. Путин обратился за помощью Китаю, за финансовой помощью, за военной помощью. И видно, что Китай в каких-то объемах это будет оказывать. Но, видимо, это будет, по крайней мере, на сей момент выглядит не слишком значительной. С тем, чтобы продемонстрировать, что определенные союзнические отношения между... Или квазисоюзнические отношения, быть более корректно, между Китаем и Россией сохраняются. Но, представляется, что Китай будет очень осторожен в этом. И постарается не становиться полностью в положении страны, подвергаемой жесточайшей критике за участие в агрессии или содействии агрессии. То есть, скорее всего, такая помощь будет относительно ограниченной. Что касается Индии, то мы видим, что... Да, и, конечно, Китай не будет вводить никаких санкций против России. Что касается Индии, то это пока неизвестная величина. Индия, несмотря на все попытки вовлечь ее в Западный Союз, не продемонстрировала какого-либо желания это делать раньше. Не демонстрирует пока сейчас. То есть, пока выглядит так, что Индия собирается сохранять отношения со всеми, не вводить санкций, но и не помогать, естественно, ни Украине, ни России. Андрей Николаевич, продолжая тему экономики, насколько огромной становится проблема уход мировых компаний, мировых брендов, мировых технологий из России для российской экономики? Это серьезная проблема. И эта серьезная проблема, конечно, приведет к тому, и не только это, если мы уже говорим сейчас уже обо всех мерах, которые были предприняты, и санкции государственной, и санкции со стороны частного бизнеса. Вот здесь надо обратить внимание на то, и я хотел бы подчеркнуть это и привлечь внимание наших слушателей и зрителей, к тому, что санкции, которые были введены частным бизнесом против агрессора, являются несопоставимо более серьезными, глубокими, радикальными, чем какие бы то ни было санкции, введенные правительствами и государствами. Вот те санкции, которые, можно сказать, выход частного бизнеса из своих операций на территории России, окажут, они уже оказывают и будут оказывать гораздо более серьезное влияние на сокращение экономического потенциала агрессора, чем те решения, которые были приняты правительствами западных стран. Иными словами, частный бизнес наносит, естественно, прекращаете операцию, наносит ущерб самим себе, в том числе и тем инвестициям, которые некоторые из этих компаний осуществляли в течение не только лет, но и десятилетий. Некоторые в течение трех десятилетий осуществляли инвестиции, надеясь на соответствующее место в российской экономике и надеясь, соответственно, и на доходы, и на прибыли, и на дальнейшее развитие бизнеса. Сейчас по не экономическим, а по политическим и, прямо скажем, морально-этическим соображениям, гуманистическим соображениям, большое количество иностранных компаний прекращают какие-либо операции в России. Не потому, что об этом их попросили государство, не потому, что этого потребовали правительства, а по внутреннему неприятию руководителя этих компаний, собственник этих компаний, продолжать бизнес в стране, руководство которой совершает такие варварские действия. Последствия этого существенные. Минимальная оценка сокращения волового внутреннего продукта в России в этом году 10%. При дальнейшей, сейчас пока только самые первые шаги надо смотреть. Возможно, эта цифра будет увеличена, и цифры сокращения экономического потенциала России будут еще большими. Надо еще некоторое время подождать и подсмотреть. Но, если мы говорим, смогут ли эти шаги остановить агрессора, к сожалению, нет. Мы знаем, что главным фактором является желание и воля одного лица совершать такого рода агрессивные действия. И он это будет осуществлять независимо от того, какой ущерп он нанес экономике гражданам собственной страны, гражданам других стран и даже своему ближайшему окружению. Поэтому некие надежды, исходящие из того, что какие-то близкие люди к Путину в его государственном параде или какие-то олигархи окажутся в санкционных списках, и это каким-то образом повлияет на принятие решений Путина, просто базируется на фантазиях. Этого не будет. Остановить агрессора может только военное поражение агрессора на поле боя. И поэтому, по сути дела, главным на 95-99% важнейшим фактором является предоставление военной помощи Украине, военной помощи всеми возможными способами. А из экономических мер наиболее существенным является эмбарго на поставки нефти и газа из России. И именно это то решение, которое, по крайней мере, пока ни одно западное государство не приняло. Андрей Николаевич, а как вы думаете, стало ли шоком и удивлением для Путина и его команды уход мировых компаний с российского бизнеса? Да, безусловно, этого они не ожидали. Они думали, рассчитывали, какие решения могут принять власти, но они не предполагали, что у бизнеса, у этого бизнеса, который стремится к прибыли, могут быть представления о морали, о чести, об этике, которых у них, у руководства России, нет от слова совсем. Такой вопрос. Естественно, среди санкций серьезнейшим образом пострадали все олигархи, просто все олигархи России. Насколько это серьезно для них, то есть, ну, мы понимаем, что серьезно, заморожены их активы, их не пускают в Европу, Америку, Канаду, Японию. Насколько это для них серьезно, чтобы повлиять на политику правительства, ну, Путина конкретно. И пристальное внимание именно к персоне Романа Абрамовича. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что, что бы ни было предпринято против так называемых олигархов или крупных бизнесменов, это не окажет влияния на принятие Путина решений, кем бы они ни были. И с этой точки зрения применение термин олигарх является неправильным, некорректным. Олигархи – это те люди, у которых есть власть. Просто, собственно, сам термин олигарх греческого происхождения означает «те немногие, у кого есть власть». Те, кого называли олигархами в России в течение последних 30 лет, даже во времена Ельцина не имели никакого влияния на власть. Даже в 90-е годы. Это был миф, удачно созданный Борисом Абрамовичем Березовским, для того, чтобы подчеркнуть свою собственную значимость. Но реальной власти ни он, ни его коллеги по так называемому тогдашнему клубу семи банкиров, семи банкирщины не имели. Этого не было влияния даже тогда, в 90-е годы, на Ельцина. Что же касается последних двух десятилетий Путина, то этого тем более нет. И поэтому, конечно, западные государства могут принимать решения о введении санкций против богатых людей из России. Кто-то близко связан с Кремлем, кто-то менее близко связан с Кремлем, кто-то не связан с Кремлем. Кто-то выполняет такие поручения, как Кремля, кто-то другие поручения, как Кремля, кто-то не выполняет поручения. Это не имеет значения. На процесс принятия решения в Кремле, на процесс принятия решения Путина, это влияние не оказывает никакого. А Абрамович, почему к нему такое пристальное внимание, особенное, как бы я сказал бы? Это исходит из старинного представления, которое, в общем, частично было верным в конце 90-х годов, когда, согласно многим сообщениям, Роман Абрамович выполнял целый ряд поручений трех лиц. Валентина Юмашева, Татьяна Дьяченко и Александра Волошина. И поскольку именно эти трое людей выбрали господина Путина в качестве наследника Бориса Ельцина и совершили все остальные действия, которые позволили Путину стать президентом России, а финансирование на эти операции предоставлял Роман Абрамович. И в результате этого особые отношения, по крайней мере на ранних этапах, существовали между этими пятью людьми. Еще раз скажу, Валентином Юмашевым, Татьяной Дьяченко, Александром Волошиным, Романом Абрамовичем и Владимиром Путиным. Таким образом, мы видим, что Роман Абрамович довольно давно уже уехал из России. Большую часть времени, в последние полтора десятилетия проводит за пределами России. Он не только не имел даже в конце 90-х годов какого-либо влияния на принятие решений Путиным. Он, насколько я понимаю, и в последнее какое-то время вряд ли выполнял какие-то особые поручения, дававшиеся им Путиным. Поэтому это несколько такие запоздалые выстрелы в прошлое, которые не имеют, конечно, никакого воздействия на сегодняшнюю ситуацию. С сегодняшними экономическими проблемами в России, наступающими проблемами, привлекает к себе внимание две персоны. Это госпожа Набиулина и Антон Силуанов. Что вы можете сказать, если вы их знаете персонально, о их профессиональном качестве, и смогут ли они справиться с теми проблемами, которые назревают? Ну, у них судьба такая же, наверное, как у Яльмара Шахта в нацистской Германии. Человека, который министр финансов, нет, пардон, директора Рейхсбанка, который сделал немало для того, чтобы нацистская экономика работала. Так что вот судьба Яльмара Шахта и судьба госпожины Набиулина, видимо, можно сопоставляться. Это люди, которые обеспечат функционирование машины, экономической машины агрессора. И в этом смысле на будущем Нермерском трибунале относительно виновников преступлений против мира и безопасности в Европе, которые способствовали осуществлению агрессии против Грузии, Украины, в 2014 и Украине в 2022 году, у этих граждан будет достойное место. Андрей Николаевич, на днях Александр Лукашенко побывал на аудиенции в Кремле Владимира Путина. Как вы думаете, удастся ли Владимиру Путину активно задействовать белорусскую армию в войне против Украины? Удастся ли ему уговорить Лукашенко привезти свои войска на территорию Украины? Во-первых, надо сказать, что Белоруссия уже является агрессором. Она предоставила свою территорию для нападения на Украину. И согласно определению агрессии, подготовленной и принятой Генеральной Ассоцией Организации Дневных Наций в 1974 году, страна, предоставляющая свою территорию для нападения на другую страну, предоставляющая аэродромы, площадки старта ракет и территорию для нападения войск другого государства на эту страну, по определению является агрессором. Поэтому сейчас агрессорами являются два режима, путинский и лукашенковский. Безотносительно к тому, будут ли непосредственно белорусские войска участвовать в боевых действиях на территории Украины или не будут. Лукашенко уже агрессор и Беларусь уже агрессор. Сделает ли Лукашенко этот следующий шаг? Это зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Если украинские войска, в значительной степени уже остановившие продвижение российских войск на территорию Украины, не позволят российским войскам продвигаться дальше и будут наносить все более ощутимые удары, и даже перейдут к контрударам и контрнаступлению, белорусские войска не перкинут территорию Беларуси. Если же ситуация будет менее определенной и все-таки Лукашенко даст приказ войскам Беларуси пересечь украинскую границу и перейти на территорию Беларуси, да, такое может произойти. Но последствия этого шага могут оказаться не со всеми теми, на которые надеются Путин и Лукашенко. Белорусские войска в этом смысле и белорусы сами по себе обладают немножко другим морально-этическим кодексом, и никто не давал гарантии, что эти войска не могут повернуть оружие в противоположную сторону. И поддержанное, возможно, значительной частью белорусского народа, это приведет к не вполне ожидаемым изменениям в городе Минске. Поэтому господин Лукашенко должен думать еще и об этом. Если такое дело произойдет, то результатом вот такой интервенции станут совсем другие следствия и последствия. И изменение политического режима в Беларуси при наличии еще военного разгрома российских войск на территории Беларуси может привести к радикальному изменению во всем нашем регионе и привести к созданию необходимых условий к изменению политического режима в России. Нефть и газ – две главные опоры путинского режима. Известно, что вчера цена на газ стала падать уже, по-моему, меньше тысячи долларов. А сегодня цена на нефть упала тоже ниже 100 долларов за баррель. Каким вы видите перспективы и газового рынка, и нефтяного рынка, и как это скажется на экономике России? Предсказывать поведение рынков – дело неблагодарное совершенно. И давать какие-либо прогнозы о ценах, тем более в какие-то периоды времени, это абсолютно бессмысленно. Тем не менее, общая ситуация после первого шока, шока связанного с развертыванием интенсивных военных действий прошла. Этот период прошел, и поэтому вступили в действие большое количество и рыночных, и нерыночных сил, оцеленных на увеличение поставок энергоносителей на мировой рынок. И представляется, что при нынешних ценах 100 долларов за баррель, это, между прочим, ниже, чем то, что было в июле 2008 года, когда цена нефти достигала 147 долларов за баррель. Таким образом, представляется, что несмотря на вот эти все проблемы, которые возникли за эти последние три недели, постепенно ситуация будет стабилизироваться. Цены не упадут, конечно, существенно, но сомневаюсь, что они и существенно вырастут. Будет некое такое равновесие, некоторое колебание, которое позволит и мировой экономике существовать более-менее пристойно, и достаточно интенсивно производить процесс замещения российских энергоносителей, нефти и газа на мировых рынках, а прежде всего в Европе. Андрей Николаевич, вчера известный израильский бизнесмен, российский бизнесмен в прошлом, Леонид Незлин, через Фейсбук обратился напрямую к премьер-министру Беннету с вопросом, чтобы Беннет определился, какую сторону он принимает. При этом и президент Франции Макрон, и тот же Беннет пытаются играть роль миротворцев. Как вы видите, вообще, почему Израиль, в отличие, допустим, даже от Турции, не определился со своим, как бы, находится между, в болтании таком, между Украиной и Россией? И как вы видите роль этих двух политиков в том, что они могли бы, может быть, помочь заключить какой-то мир? Я так понимаю, что господин Беннет услышал призыв Леонида Незлина и ответил на это своими действиями. Господин Беннет принял сторону Путина, полностью поддержав его, отказав Украине от приема украинских беженцев и отменив безвизовый приезд украинцев на территорию Израиля. Это совершенно однозначная позиция нынешнего руководства Израиля, не всей страны и не всего общества израильского, а именно нынешнего правительства, ассоциироваться с агрессором, тем агрессором, который совершал, между прочим, бомбовые удары по Бабьему Яру, в котором похоронены десятки тысяч жертв нацистского геноцида евреев на территории Украины. То есть, эта позиция является беспредельно циничной по отношению не только к тому, что происходит сейчас, но по отношению к собственному народу и к памяти тех людей, которые погибли в результате агрессии подобных нацистских преступников в предшествующей войне. Андрей Николаевич, какое вы видите будущее Украины? Дай бог закончится война, победа и Украина, мы все в это верим. А какие будут предприняты Западом шаги, чтобы восстановить Украину, сделать ее полноценным членом европейского и мирового сообщества? Последствия. Я думаю, что Украина так или иначе победит. Она не проиграет. У Путина нет никакого шанса сменить власть в Украине, оккупировать ее, установить свой режим, поставить какую-то марионетку. Нет никакого шанса. Мы можем говорить о том, как долго эта война будет продолжаться, каким жертвам она приведет, какой ценой это будет, но у Путина нет никакого шанса победить Украину. Это надо точно понимать. Когда Украина так или иначе не проиграв, а возможно и победив в этой войне, закончит ее, да, действительно, в адрес Украины будет направлена значительная помощь, прежде всего на восстановление инфраструктуры, жилищного фонда, на поддержку людей, которые потеряли своих близких, на компенсации и так далее. Я надеюсь, что значительная часть этих средств пойдет из репараций и со стороны России, в том числе из тех средств, которые составляют золотовалютные резервы Центрального банка России, который сейчас заморожен на счетах западных странах. Как бы то ни было, после того, как это произойдет, я думаю, что Украина будет развиваться по пути, который сейчас мало кто даже себе представляет. Да, действительно, Украина может в определенной перспективе стать членом европейского сообщества, действительно, но учитывая трусливый подход со стороны руководства ЕС сегодняшний, я не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Я сомневаюсь, что Украина сейчас будет заинтересована во вступлении НАТО, поскольку выяснилось, что Украина сегодня представляет гораздо более серьезный военно-политический потенциал, чем все НАТО вместе взятое, по своей решимости отстаивать независимость, суверенитет и свободу своего государства. Поэтому я не исключаю того, что после завершения этой войны, заканчивающейся победой Украины, произойдет существенное изменение в структурах безопасности и в архитектуре безопасности в Европе и во всем мире. И тот миф, с которым мы жили последние 80-летия, о том, что самым мощным военно-политическим альянсом на планете является НАТО, возможно, этот миф постепенно будет умирать, а возможно, умрет. И вместо этого будут возникать другие конфигурации, обеспечивающие безопасность, по крайней мере, ряда центральноевропейских государств, которые будут отличаться от оказавшейся неспособной отвечать на выводы сегодняшнего дня структур, которые были созданы 80-летия тому назад. И более того, я должен сказать, что изменение международной структуры безопасности и архитектуры безопасности, очевидно, будет очень существенным. Я не исключаю того, что такие структуры, как, например, ОДКБ, может почить в БОЗе. А кроме того, целый ряд государств, которые через некоторое время, которые сегодня не являются обладательными ядерного оружия, получат это ядерное оружие, либо легализуют это ядерное оружие на своей территории. Причем целый ряд этих государств будут находиться в непосредственной близости от российских границ и непосредственными соседями. Это будет несколько неожиданный результат, так сказать, борьбы, в кавычках, господина Путина против ядерного статуса Украины. Вместо безъядерной Украины Путина, точнее не Путин, а наследники Путина, получат 4-5 соседей России, обладающих ядерным оружием. Андрей Николаевич, продолжая эту тему, у нас буквально, к сожалению, Великому минуту осталось. Есть ли шансы, вот Япония выступает за реформирование ООН, есть ли шансы после этого конфликта на реформирование ООН во что-то более существенное и сильное? Более серьезное. Более серьезное, да. Собственно, каждая такая международная организация возникает после крупной войны. Собственно говоря, после Наполеоновских войн, после заседания Венского конгресса был создан такой неформальный концерт великих держав, который более-менее работал в течение нескольких лет или даже, может быть, нескольких десятилетий до революции 1848 года. Поскольку он был неформальным, неустойчивым, неформализованным, он не выжил. После Первой мировой войны возникла Версальская система и важнейший ее элемент – Лига наций, которая просуществовала до Второй мировой войны. После Второй мировой войны появилась Организация Объединенных Наций, с которой мы живем в настоящее время. После этой войны, которая может оказаться гораздо более крупной, чем даже сейчас, то, что мы сейчас имеем перед нашими глазами. С моей точки зрения, Организация Объединенных Наций в нынешнем состоянии закончится в существовании. Или она останется и уйдет в музей, а вместо этого будет создана другая организация, причем в новой Международной Организации по безопасности и сотрудничеству. Потому что главная цель ООН – это Организация по обеспечению Международного мира и безопасности. Это главная цель Организации Объединенных Наций. И то, что ООН не справилась с этой задачей, и то, что важнейшим или одним из постоянных членов Совета безопасности является агрессор, совершающий уже не первую агрессию против своих государств, говорит о том, что та структура, которая была создана в 1945 году, в корне своей порочна. Она должна быть заменена. Какой будет эта Организация, мы сейчас сказать не можем, но можно довольно смело предположить, что в руководящих органах новой Организации по обеспечению мира и безопасности не будет нынешней России. А международные структуры будут принимать меры по демилитаризации России, по деноцификации России, по депутинизации России. И будут создавать структуры, которые обеспечат недопущение возрождения российского милитаризма, шовинизма и агрессии. Поскольку будущие ООМ будут решать примерно ту же самую задачу, какую ООН решала в 1945 году по отношению к Германии и Японии. Вот в 2022 или после 2022 года эта задача будет решаться по отношению к России. Андрей Николаевич, огромное спасибо вам за это интервью. За то, что уделили нам время. Большое спасибо. Берегите себя. Всего самого наилучшего. И до следующих встреч. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»